Проблема спасения Куяльницкого лимана остается актуальной. Один из путей организация национального природного заповедника Куяльницкий. Проект существует только на бумаге и не все специалисты с ним согласны. Пока идут споры, лиман, а с ним и курорт могут исчезнуть. Куяльницкий лиман представляет собой уникальный природный объект. Прежде всего, это курортно-оздоровительный комплекс международного значения, где накоплен огромный опыт лечения и профилактики различных заболеваний. Его существование полностью зависит от сохранения окружающих территорий, с которыми лиман составляет целостную экологическую систему. Она включает сам водный объект, прилегающие болотные угодья, степи с растительным и животным миром. Одних только растений. Здесь насчитывается более 800 видов. 43 из них внесены в европейский красный список. На берегах гнездится множество редких птиц. Предложения по сохранению экосистемы изложены в проекте Национального природного парка Куяльницкий. В таком случае у территории появляется хозяин, который имеет все права, все рычаги, воздействия на эту территорию, привлечения любых сил для решения тех или иных вопросов. Для изучения проекта парка Куяльницкий образована рабочая группа из специалистов экологического университета. В организованном ими семинаре участвовали сотрудники Государственного управления охраны окружающей природной среды в Одесской области, представители областного совета и экологических организаций. Единого мнения нет. Создание Национального природного парка переводит его из статуса курорта в статус рекреционной территории. И здесь, естественно, нужно очень внимательно и очень точно, юридически посмотреть, а не ухудшит ли это состояние охраны Куяльницкого лимана. Развитие курорта и деятельность Национального природного парка ни в коей мере друг другу не противоречат. Они, наоборот, поддерживают друг друга. В прошлом году областной бюджет выделил деньги на спасение Куяльника. Как утверждает заместитель главы областной администрации Валерий Матковский, начать работу мешает отсутствие согласия среди специалистов. Между тем, минувшим летом значительная часть лимана уже превратилась в соляную пустыню. Если процесс не остановить, мы не только потеряем курорт. Это приведет к заселению пахотных земель в соседних районах. Что облако соляное над лиманом было, то это я видел сам. Это действительно так. Поэтому если на сегодняшний день не решить проблему с наполнением воды, то надо думать о том, что будет землями, прилегающими непосредственно к лиману. На ближайшие сессии будут выделены деньги. Это небольшие деньги. Это 300 тысяч. Трем институтам, которые сделают до сентября месяца, у нас есть такая договоренность, свои заключения. Одно из непременных условий спасения Куяльника – ликвидация незаконных карьеров, где уже много лет добывают камень, щебень и песок. Пиратские разработки нарушают систему естественного водоснабжения лимана. Есть факты самовольного распахивания земли, выпаса скота и строительства частных дымов. Навести порядок можно было бы давно, но милиция и прокуратура особого рвения не проявляют. К тому времени, когда правоохранители разберутся с незаконным бизнесом, а ученые закончат проект национального парка, Куяльник может исчезнуть. Опасность экологического бедствия вполне реальна. Александр Виноградов, Юрий Весилок, телекомпания «Круг».